Всем привет, и это уже четвёртая серия будни игрока на Блэк Раше. И у меня есть одна новость, что теперь эти серии будут выходить позже, но зато они будут интереснее, потому что будут включать в себя только самое интересное, и я буду снимать только самое интересное, что со мной происходит. Первым делом, что я подснял, это то, как я открываю рулетку за то, что отыграл 2 часа в игре. И у меня выпадает до 100 Блэк Коинов, и выпадает 24. Ну, конечно, до 100 Блэк Коинов это очень хорошо, но насчёт количества, на самом-то деле, могло быть и побольше, потому что 24, это не очень-то много, но всё же могло быть и хуже. Я, кстати, наконец-то апнул 18-й левел и пришёл работать на водолазе. Вот я и сделал первую ходку на этом аккаунте, продаю все эти предметы, и, наконец-то, у меня денег будет побольше, потому что зарплаты здесь реально хорошие. В X2 можно за две ходки зарабатывать по 300 тысяч. Я подкопил побольше денег, именно 670 тысяч, и приехал в низкий автосалон, чтобы купить здесь кое-какую машинку. А этой машиной является Mazda 3 седан. Я её за 380 тысяч покупаю прямо из автосалона. Очень классная тачка, и мне очень нравится. Прямо для души и для РП езды. Покупаю я её в белом цвете кузова и колёс. Сразу же после покупки я приехал в Сталинг-центр. Здесь я особо ничего покупать не стал, чтобы её не колхозить, чтобы она выглядела очень хорошо и подходила для РП езды. Я поставил здесь на задней тонировке 30%, на передней 45%, также поставил дальний свет. Вот ещё ходка навода сделана. Кстати, также я на Mazda приехал в ГИБДД, чтобы здесь купить совершенно обыкновенные номера. Я не хочу на эту Mazda вставить какие-то блатные номера, потому что она для РП езды и сюда они не нужны. Поэтому я за 5000 купил рандомные. После того, как Mazda уже была полностью готова с номерами, я приехал к своему дому и начал здесь её парковать. Кстати, по дороге я её чуть-чуть сломал. Как мне кажется, эта тачка прям создана для РП езды, и кто любит ездить с поворотниками, всем советую. Я выполнил уже 14-й день в календаре, а точнее 2 недели подряд я играю как минимум по 35 минут в день. И вот я получаю скин тренера. Вот такой обыкновенный женский скин. Не думаю, что он будет особо цениться, но всё-таки я себе его оставлю. Пока я работал на водолазе, я получил ежедневный бронзовый кейс, и сейчас буду открывать. Мне выпадает 4 XP, в принципе неплохо, но я не знаю, зачем мне сейчас прокачивать уровень, ведь пока что в Блэк Раше нету работ свыше 18 уровня. Кстати, я же ушёл за календарь, получил стеребряный кейс, сейчас тоже буду открывать его. И мне отсюда выпадает целых 16 XP, и видимо игра очень хочет, чтобы я прокачал уровень, ведь из этих двух кейсов я выбил целых 20 XP. И мне кажется, уже скоро будет 19 уровень. С рулетки я забрал пятнашечку, которая у меня когда-то ещё давно выпала, похоже я это забыл снять, в общем-то я сливаю её в гос за 105 тысяч. Ехал я на импале, и прокачал уже целых 15 уровень в календаре, пока что я очень хорошо иду. Своему другу Марату, который, кстати, в будущем в сериях, да и в этой серии будет светиться достаточно часто, я ему рассказал уже достаточно давно, что хочу себе тачку Ford GT из достаточно давнего гоночного Блэк Пасса, но я даже не подозревал, что он будет для меня его всю ночь искать, в общем он нашёл мне его на спорте, купил за 8 миллионов и продаёт за 7. Я очень рад и благодарен Марату за то, что он мне эту тачку нашёл. В общем он продал мне её по максималке за 3,6 миллионов, и теперь я ему через трейд передаю оставшиеся 3 миллиона 400. Сразу же после покупки Ford я приехал в Стайлинг-центр, ведь, как мне кажется, ему не очень-то идёт оранжевый цвет, сейчас я его просто перекрашу, и всё будет прям конфетка. В общем я эту тачку перекрасил в тёмно-синий цвет, также в чёрный я перекрасил диски, и также я очень хотел вернуть сюда стоковый гоночный винил, но, к сожалению, этого сделать нельзя, как я понимаю, чел, у которого Марат эту тачку взял, его убрал, а вот вернуть этот стоковый винил, похоже, нельзя. Если это как-то можно сделать, и я просто об этом не знаю, тогда напишите в комментарии, потому что я очень хочу этот винил на неё вернуть, потому что он мне очень нравится. Также своему другу, вместе с которым мы создали семью, я передаю 3 миллиона рублей в качестве премии, и, кстати, почти весь автопарк, который у нас сейчас в семье, закуплены его деньги, и с этой премией он ишел даже в минусе, но потихоньку я буду ему возвращать. Вот даже, если на всякий случай будут вопросы от администрации, я даже записал в ФРАПС о том, что это не какая-то продажа вертов, а просто премия. Хотя я думаю, это и так понятно, потому что он является моим заместителем в семье, и передаю я ему премию через семейный склад. Также у Марата я покупаю скин Криштиану Роналду за 5 миллионов. Марат купил его за 8 миллионов, и я думал, что перепродам его миллионов за 7-8, но, как оказалось, что его рыночная цена не 8 миллионов, а всего-то 1 миллиона 3-4, и не то, что Марат, даже я взял его по оверцене, а Марат так вообще в огромном минусе в 3 миллиона. И я понял, что если я буду его продавать, то я буду в минусе, поэтому я решил оставить его себе, к тому же он мне очень понравился. Кстати, мне в будущем предложили за него 5 миллионов, но я отказался, потому что этот скин мне очень понравился. В общем, мы с Маратом договорились сыграть одну игру, где мы на определенную сумму денег закупаем разные подарки, а потом мы обмениваемся ими, и до того, как мы обменяемся, мы не будем знать, что это. И первым делом я покупаю за 200 тысяч Марату самолетик, кстати, это прям ниже рынка. Также за 900 тысяч я покупаю очки сердечки, это тоже ниже рынка. В общем, мне очень повезло находить все эти предметы, очень дешево. Кстати, мы договорились, что наш бюджет 2 миллиона. По итогу на эти два акса я потратил даже не 2 миллиона, а только 1 миллион 100. Я хотел еще что-нибудь купить на оставшиеся 900 тысяч, но, к сожалению, я не успевал, потому что время уже поджимало, потому что мы договорились сыграть вечером, и договорились, что все это должны купить за один вечер, поэтому я не успел ничего больше купить. Вот мы с Маратом и встретились, и вот я ему в трейде передаю эти очки и самолетик. Кстати, я думал, что он тоже купил мне на эти 2 миллиона аксессуары или скины, поэтому я думал, что он мне сразу же это передаст, даже через трейд, как обмен, но он сказал, что у него кое-что помасштабнее, поэтому я просто ему через трейд все эти аксессуары передаю, а потом он мне передаст что-то, что он мне купил. Как оказалось, он мне купил Ferrari Enzo даже не за 2 миллиона, а за 3 миллиона. В общем-то, он даже переплатил из нашего бюджета миллион. Это Ferrari на спорте, и я прям был очень в шоке, потому что я думал, что он купит мне что-то по скинам или аксессуарам, что-то недорогое, а он купил даже на миллион больше, чем мы договорились. Кстати, как вы знаете, я закупал Блэк Пассовские машины на будущую перепродажу, и вот эта Ferrari Enzo тоже была в списке тех, которые я хотел купить из этого нового Блэк Пасса. И вот так ирония судьбы, что Марат именно ее мне купил, в общем, он продает мне ее по минималке, я забираю ее себе. В общем, как я и говорил, он продает мне ее за 360 тысяч по минималке, и мы договорились, что эту минималку я возвращать не буду, потому что, как-никак, он и так переплатил миллион, а я, можно считать, не доплатил миллион. В общем, это, мне кажется, и так не очень-то честно, но все же, считайте, я купил эту Ferrari Enzo на спорте за примерно миллион четыреста шестьдесят. Я ставлю на эту Ferrari свои последние блатные номера три четверки, и сейчас я поеду в стайлинг-центр, немного изменю ей внешку. Вот я уже и в стайлинге, много я здесь не поменял, я просто перекрасил эту Ferrari в красный цвет, ну, конечно же, в каком же еще цвете может быть Ferrari. Также я перекрасил цвет фар в розовый, чисто потому что подсветка здесь тоже розовая. Я подъехал к своему дому уже на готовой Ferrari, и паркую я эту феру прямо рядышком с Ferrari F40, которую я тоже загрузил в свою семью, как и вот эта вот Ferrari Enzo тоже. Как вы помните, я когда продавал импалу, а точнее, когда ее только получил, случайно купил у кого-то рюкзак за пятьдесят тысяч, и по такой же случайности я продаю этот рюкзак за сто тысяч рублей, ведь я в вип-чате заметил, что чел покупает вообще любой рюкзак за сто тысяч, ну и вот я и решил, чтобы мне его не продать, как раз у него ГОСКО, сто тысяч, это выше рынка, видимо, ему прям срочно нужен был любой рюкзак, но вот я ему и продаю. Мой друг Жека хочет словить себе бизнес, но ему немного не хватает, поэтому я ему решил помочь и купить у него аксессуар. В общем, я покупаю у него позорную трубу за пять миллионов, но как вы могли заметить, у меня на балансе только четыре, поэтому мы сделали фрапс, что сейчас я ему передаю четыре, а потом, когда эту трубу я продам, и когда будут деньги, я ему отдам последний миллион. Открываю серебряный кейс, который я опять же получил в календаре, и сейчас посмотрим, что мне отсюда выпадет. А выпадает мне пятнашка, в принципе, неплохо. На этой неделе я прям очень много играл и много выбивал из кейсов XP, поэтому я вот уже апнул девятнадцатый левел. А вот и покупатель на этот аксессуар трубу, мы с ним также фрапсик записали, но сейчас у него там не хватает пятидесяти тысяч, поэтому мы договорились, что сейчас он мне отдаст всё, что есть, а потом доплатит ещё сто тысяч, пятьдесят, которые он мне доплатил, и пятьдесят за то, что я его подождал целый день, пока он нафармит деньги, чтобы покрыть мне комиссию. Вот денежки уже есть, поэтому мы с Жихой встретились, и я ему передаю оставшийся миллион, который должен был. Кстати, на БУ рынке я нашёл вот такую красивую, очень Мазду RX-8 с прошлого зимнего Блэк Пасса. На прошивке Sport мне её продают за миллион девятьсот, долго с ним торговался, всё-таки он согласился. Очень уж мне понравилась эта Мазда, потому что внешка на ней прям очень хорошая. Кстати, тачка хорошо дрифтует. И вот я уже во второй раз за эту серию сливаю в ГОСКу пятнашку. На Мазде, кстати, я приехал к дому, и вот я её здесь паркую. Вот, кстати, у меня тут Люкас, или как его никнейм правильно читается, я, если честно, не знаю, извини, если прочитал неправильно. В общем, он уже нафармил оставшиеся сто тысяч, и вот он мне их передаёт. Ну, наконец-то, я отыграл уже 21-й день в календаре, и вот я получаю скин Легенда Гетто. Так как сегодня не только я его получил, а практически весь сервер, который играл по 35 минут с первого дня этого календаря, я думаю, пол сервера сейчас будет бегать в этом скине. Сам скин выглядит вот так вот, достаточно красивенько, и я себе его оставлю, ведь, думаю, после календаря он вырастет в цене. За 350 тысяч рублей я покупаю себе вот такой вот скинец розовый пиджак, и ГОСКу у него 7 миллионов. Если вы спросите, почему так дёшево, да потому что его на одном промокоде около двух лет назад прям очень сильно багали, его стало очень много, поэтому он вот такой дешёвый до сих пор. Также я за 500 тысяч покупаю скин Пионера, это тоже ниже рынка, и вы не думайте, что все эти скины мне так нужны, на самом деле я их покупаю за дёшево на перепродажу. Также за 200 тысяч я покупаю скин Экзопанк, из этого Блэк Пасса, как вы знаете, он мне понравился, и его я беру уже не на перепродажу, но и не для того, чтобы носить. Продаю этот скин розовый пиджак за 400 тысяч, в итоге я вплюсь на 50 тысяч, и что я могу сказать, в общем, перекупом я не советую покупать этот скин, по крайней мере, по той цене, по которой взял его я. Думал, что взял по низкой цене, а оказалось, примерно столько он и стоит, и поэтому в особом плюсе я не был, и продавал очень долго, супер неликвид. Ещё за 50 тысяч я покупаю аксессуар, шапку с линзами, которая в магазине стоит 100 тысяч, и она похожа на аксессуары с какого-нибудь Блэк Пасса, я надеюсь, что втюху её дороже ГОСКИ, к какому-нибудь лопуху, который тоже подумает, что это аксессуар из какого-то Блэк Пасса. Например, вот этот чел, у которого я покупаю эту шапку, купил её за 200 тысяч, потому что ему тоже сказали, что она с Блэк Пасса. Да если честно, я сам всегда думал, что это аксессуар с Блэк Пасса, пока я только недавно его не увидел в магазине за 100 тысяч. За 1 миллион 250 тысяч я покупаю себе очки пламя, и это уже не на перепродажу, а для себя, потому что к скину Роналду очень подходят анимированные очки. Я не знаю, сколько вообще рынок у этого аксессуара. Этот чел сказал, что 1 миллион 800-2 миллиона, просто он сливает побыстрее, но я не знаю, может дороже, может дешевле, но мне пофиг, беру для себя. Также за 2 миллиона я покупаю себе Шевролет Корвет из хэллоуинского Блэк Пасса. Мне сказали, что его рынок в стоке миллиона 3, а вот на спорте миллиона 4. Поэтому я планирую его немного прокачать, поставить сюда спорт, он сюда стоит всего 500 тысяч, и перепродать дороже. Но это я сделаю уже в следующей серии, потому что и деньги закончились, и серия уже затянулась, поэтому ждите новых серий. Вот такой видос у меня вышел. В общем, я очень надеюсь, что тебе понравилась эта серия, и я над ней очень старался. Ну, в общем-то, всем пока.